Приближается Новый год, а вместе с ним и Рождество. Православные по традиции отметят этот праздник 7 января. А католики – представители ряда других Литвей христианства 25 декабря. В Лютеранской кирхе в центре Ульяновска уже начали готовиться к празднику. За четыре недели до Рождества наступает период Адвента. Это своеобразный аналог православного поста, во время которого верующие готовятся к празднику, отмечая каждую прошедшую неделю особыми церемониями. Ну а на само Рождество, конечно, принято дарить подарки. И в Лютеранской церкви к этому подходят ответственно. У нашей общины есть уже традиция, которой почти 10 лет. Мы готовим всей общиной друзьями, совместно с друзьями нашими, знакомыми, подарки для детей в последнее время из Ивановского детского дома. И тоже это для людей, которые готовят подарки. Очень важно, они знают, что они конкретным детям готовят эти подарки. Обычно на службу приходит около 80 человек, но на Рождество ждем до 200, говорят в ульяновском католическом приходе. В основном верующие россияне с немецкими или прибалтийскими корнями. И иностранцы, которые учатся или работают в Ульяновске. Настоятель храма пастор Иезекииль, чье мирское имя Руберто Айала. Он аргентинец, который уже больше 10 лет живет в России. У католиков в эти недели тоже дни Адвента, предшествующие Рождеству. Рождество – это один из самых больших праздников. Самый большой праздник – это Пасха, как у православных тоже. Но это время подготовки к тому, чтобы мы вернулись к евангельским учениям. То, что Иисус учил нас через апостолов, своей жизнью, своим примером. Поэтому этот путь можно определить для взрослых, но для маленьких, как возвращение к источникам. Одна из наиболее известных традиций как у католиков, так и у протестантов – венок Адвента. Обычно его делают из еловых веток, в которых вплетены четыре свечи. Такими венками украшают как церкви, так и дома верующих. Кроме того, широко распространены и фигурки библейских персонажей, символизирующие День Рождества. По словам священников, это и напоминает о значимости того события и создает хорошее настроение всем, вне зависимости от религиозных взглядов.